Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы спорить любите? Кто-то да, а кто-то нет. Но все вы знаете, что споры порой могут быть слишком бурными и горячими. Никто уже никого не слушает, и только громким криком старается доказать свою правоту. Получается, пустая трата времени и сил. Но это еще полбеды. Хуже, если кто-то начинает утверждать, будто именно он самый хороший, самый умный, самый правильный. А у других одни сплошные недостатки. Вот и герои сказки, которую придумал протеерей Николай Агафонов, спорили друг с другом. Кто из них самый главный? Как-то Саша заболел и лежал целый день в постели. А мама давала ему разные таблетки, которые Саша не очень-то любил. И вот Сашина обувь, которая стояла в прихожей, от нечего делать, стала спорить. Кто из них всех нужнее для Саши и кого он больше всех любит носить? Нужнее всех мы, говорили зимние меховые ботинки. Мы согреваем Сашины ноги от холода, поэтому он нас очень любит. Хм! Настанет скоро лето, и Саша про вас забудет. Ехидно заметили сандалии. В жару мы просто незаменимая обувь. Уж если кого Саша любит по-настоящему, так это нас. Хм! Да у вас мозги совсем дырявые! Возмутились резиновые сапоги. Где-то вы видели, чтобы после зимы наступало лето. Нет, мои дорогие, ремешки на подошве. Вслед за зимой наступит весна с ручьями и глубокими лужами, в которых и вы, и зимние ботинки сразу захлебнетесь и утонете. Ничто так не нравится Саше, как мерить с помощью датства лужи. Потому-то он больше всех любит нас. Фу! Все вы годитесь только для сезонных временных работ! Гордо заявили кроссовки. Мальчик же больше всего на свете любит бегать и прыгать. Ху-ху-ху! Зимой в спортзале, колерам на улице, и вот тут-то мы просто незаменимы! Хе-хе! Привлеченные спором из спальни пришлепали домашние тапочки. Ну что вы здесь расшумелись? Неужто вам глупым не вдомек, что если кого Саша и любит, так это только нас? Когда он приходит домой, то с нами он практически не расстается. Да и сами посудите, вас дальше порога не пускают. Хе-хе! А мы в спальне рядом с больным хозяином. Вот какое нам доверие! Хе-хе! Хе-хе! Нет никакого покоя от этой малышни! Посетовали старые заплатанные валенки Сашиного дедушки. Разве вам не ясно, что Саша вас любит одинаково всех и нет среди вас главных? Вы все ему нужны, но, правда, в разное время. Мудрые дедушкины валенки были совершенно правы. Они многое повидали на своем веку и знали, что все споры Сашиной обуви друг с другом – это всего лишь бессмысленное хвостовство, пустая и ненужная суета. И что совсем не обязательно быть главным. Куда важнее быть просто нужным. Вот и все, дорогие друзья. До новых сказочных встреч. Ангела вам, Хранителя.